Слав, понятно, что такие матчи в спарринге очень сильно отличаются и по накалу, и по всему официальных игр. Тем не менее, тренеры наверняка что-то хотят видеть в каждом из этих матчей. Вот с точки зрения того, насколько удалось реализовать план на игру, получился этот матч? Вы правильно сказали, что тренера что-то хотят видеть, они нарабатывают свое, какие-то связки, комбинации, варианты защиты. 100% уверен, что тренера не хотят видеть такую защиту, пропускать 90 очей, чтобы два человека на двоих забили под 60 очей. Это не должно так быть. Думаю, что все рассмотрим, все наши ошибки, где мы это все допустили и будем исправлять. Хорошая игра в нападении, забить 110 очей, тут ни к чему не придерешься, но защиту надо исправлять. Вторую игру подряд мы пропускаем довольно-таки много, как для нашей команды, которая имеет хороших атлетов, хорошие размеры команды и нельзя так много пропускать. Может быть это связано еще с тем, что все-таки абсолютно все ребята еще в форму не вошли в боевую? Понятное дело, что мы играем на усталости, на нагрузках, но это никак нас не отмазывают. Остальные ребята также, которые в Николаев, Харьков, они также играют после сборов или на сборах. Поэтому это никакая не отмазка, лучше должны работать один в один на подстраховках. Это уже будем отрабатывать, разбирать ошибки на тренировках, это все готовить. Спасибо и удачи в последний день курдива. Спасибо. Спасибо.